Добрый день! В эфире новости дня в студии Анна Втюрина. И в начале выпуска информация от нашего спонсора. Кооператив «Семейный капитал» приглашает желающих в увлекательные поездки по значимым и святым местам нашей области. А также помогает приумножить сбережения. Подробности по телефону 77 60 66. И к новостям дня. Вот некоторые темы этого выпуска. Почти месяц безуспешных поисков. Пропавший в Оренбурге турецкий инженер Алтан Гюнтер на один убитым. Несмотря на тяжелый недуг, двухлетняя Юля умеет радоваться жизни и борется за свое здоровье. Наш канал продолжает совместный проект с благотворительным фондом «Наши дети». Не уступил дорогу автомобилю со спецсигналом? Получи штраф. Сотрудники ГИБДД подводят итоги операции «Маячок». Мощь реактивной артиллерии и взрывы снарядов. Сегодня в центре особого внимания военные полигоны Оренбуржья. На Тотском и Донгуском началась активная фаза масштабных военных учений Центра 2015. Во время маневров мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, а также соединения воздушно-десантных войск, перебрасываются на незнакомые им полигоны. Так что наш Тотский штурмует волгоградские десантники. Активная стадия наступления началась в 11 утра. За действиями бойцов наблюдают и наши корреспонденты, в их числе Анна Солодкина. Все за моей спиной штурмовики Су-25 готовят под взлет. Их здесь 48 штук. Они один за другим выходят на взлетную полосу и отправляются отрабатывать тактические бомбардировки. Это знаменитые грачи. Они способны уничтожать противника как при прямой видимости, так и по координатам, а также при любых метеоусловиях. Основная их задача поддерживать сухопутные войска с воздуха. Журналистов здесь немного. Наблюдатели, естественно, от вооруженных сил здесь авиацию пригнали с разных регионов России. Здесь есть летчики даже с Владивостока. Никаких эксцессов сегодня на учениях не заметили. Единственное, что постоянно корректируется сроки. Вот, допустим, взлет переносили два раза. Свои учения проводят не только военные, но и дорожные инспекторы. Про блесковый маячок и спецсигнал. Заметив на дороге автомобиль с такими знаками, каждый водитель по правилам обязан уступить дорогу. В обратном случае – наказание, вплоть до лишения прав. Но насколько соблюдают это правило на дорогах областного центра? Это выясняла наш корреспондент Анастасия Матвеева, которая отправилась в рейд вместе с сотрудниками госавтоинспекции. Этот скандальный плакат появился в столице в декабре 2012 года. Активисты овинили в смерти годовалого мальчика автомобилистов, которые не пропустили скорую помощь. Включенный проблесковый маячок – знак для каждого водителя, что автомобиль едет на срочный вызов. Каждая секунда промедления для сотрудников скорой, пожарных или полицейских может стоить человеческой жизни. За сентябрь месяц порядка трех ДТП произошло на территории Оренбургской области с участием спецавтомобилей. В середине рабочего дня вместе с сотрудниками дорожной полиции мы отправляемся в рейд по дорогам областного центра. На служебном автомобиле включена бегалка и звуковой сигнал. Несмотря на это, некоторые пешеходы буквально бросаются под колеса несущейся машины. В первую очередь люди рискуют собственной жизнью. За помехи автомобилю с включенным проблесковым маячком пешеходам предусмотрена административная ответственность. Но больше проблем, по словам сотрудников ГИБДД, создают водители. Например, этот Датсун выехал на перекресток перед специальным автомобилем. Датсун, вправо поднимаем, останавливаемся. На переднем сидении форма сотрудника УМВД. Агрессивная пассажирка не отрицала, что сама работает в полиции. Да, я сотрудник. За рулем была не я, все вопросы к водителю, пожалуйста. А вы слышали звуковой сигнал? А сейчас на каком основании? Хорошо, вы сняли его? Сейчас вы подошли? Зачем? Ее супруг сказал, что форму его попросил привезти друг. Виноватым себя не считает. Говорит, не слышал звукового сигнала, пока не выехал на перекресток. Перед служебным авто выехал и этот мужчина. Никогда не нарушаю практически. Ну вот так получилось. На каждого из водителей выписали протокол. Наказание, штраф или лишение прав. Это была лишь проверка. Во время погони за нарушителями сотрудникам полиции приходится ездить быстрее. Игнорирующие правила водители не только провоцируют аварии, но и мешают задерживать настоящих преступников. Анастасия Матвеева, Роман Боричев. Новости дня. В Сочи продолжает работать 12-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. От российской стороны в его работе принимает участие 40 регионов. Оренбургскую делегацию возглавил губернатор области Юрий Берг. Выставка продовольственных товаров России и Казахстана стала одним из ярких элементов форума. В частности, от Оренбургской области свою продукцию представили 20 ведущих предприятий региона, многие из которых уже активно сотрудничают с ближайшими зарубежными соседями. Юрий Берг отметил, что партнерство с Казахстаном для Оренбуржа является одним из приоритетов внешнеэкономической деятельности. Бизнес тесно переплетается. И, конечно же, мы ориентированы в первую очередь на рынок Казахстана, так же, как и на российский. И если говорить об итогах, то что радует всегда, что с каждым, даже не годом, а днем, наверное, эти отношения будут подписаны ряд соглашений с Кустанайской областью, как обычно по традиции. Добавим, что создание таможенного союза сделало экономику региона для казахских инвесторов еще более привлекательной. С начала года в Оренбуржье зарегистрировано около сотни предприятий с участием казахстанского капитала, что превышает уровень 2010 года в два с лишним раза. Пример другого межрегионального сотрудничества в нашей области уже дает свои плоды. В декабре прошлого года в селе Покровка Новосергиевского района был введен в действие Оренбургский завод промышленного цинкования. Оборудование для производства поставлялось из Германии и Австрии, и вот уже почти год оно успешно работает. Причем в основном на российских материалах. Здесь одна из самых больших в России ванн для цинкования. 14 метров в длину и 3,5 в высоту. В ней почти 800 тонн цинка, расплавленного при температуре свыше 400 градусов. Почти 4 тонны металла оцинковываются всего за несколько минут. Но перед тем, как искупать их в цинковой ванне, они проходят обязательную стадию предварительной обработки. Практически все расходные материалы для производства сейчас приобретаются в России. Их качество практически не уступает импортному. Расходные материалы для обслуживания нашего завода, то есть масла, смазки, расходные материалы, какие-то запчасти. То есть наш отдел снабжения практически 100% перешел на импортозамещение. Есть аналоги в России, в России довольно-таки достойные аналоги. И мы как бы сейчас работаем в данный момент практически на 100% с российскими компаниями. Пока завод работает в одну смену, но производство расширяется, темпы наращиваются и планируется открытие еще одной смены. О том, чем Оренбургская область привлекает инвесторов, как начинают и выигрывают промышленные предприятия региона, смотрите в программе «Итоги недели» в это воскресенье в 19 часов. Пропавший в Оренбурге турецкий инженер Алтан Гюнгер найден убитым. Информацию подтвердило накануне посольство Турции. Мужчина работал специалистом в турецкой фирме и занимался коммерческой деятельностью. По версии Следственного комитета, причина убийства – личная неприязнь. Напомним, что гражданин Турции попал на территорию Оренбурга месяц назад. Ему было 35 лет, холост, занимался выращиванием овощей. В Оренбург его заманили обманом, якобы по работе. Но неожиданно для себя агроном встретил здесь старого знакомого. После этого мужчину никто не видел. Выйти на след убийцы удалось лишь через несколько недель. На этот момент он уже был в Астрахани. Благодаря тесному взаимодействию с коллегами из Астраханской области было установлено местонахождение. И 13 сентября совместно с сотрудниками Следственного комитета при силовой поддержке СОБРа данное лицо было задержано. Которым явился у нас гражданин Азербайджана Джалилов Мурадхан Видади. Предполагаемого убийце 23 года. Гражданин Азербайджана. С Оренбуржием не связан. Нашу область выбрал случайно. Решил, что на наших просторах будет легче спрятать труп. С убитым он когда-то был связан по бизнесу. А потом конфликт перерос в личную неприязнь. По версии следствия он зарезал бывшего коллегу. А позже закопал в районе села Никольское. На данный момент следствие ведет проверку. Подсудимому грозит наказание по 105-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Еще об одном происшествии, которое всколыхнула общественность. За настоятелем Свято-Троицкой обители на улицах Сыракташа развернулась настоящая погоня. При задержании священника полицейским пришлось даже применить силу. На элитной иномарке по узким улочкам поселка водитель пытается скрыться от сотрудников ДПС. За рулем немецкого внедорожника священник. И, как выяснилось позже, торопился он не на службу. Задержали настоятеля лишь на территории Свято-Троицкого монастыря. Причем и это удалось сделать не сразу. Стремский активно сопротивлялся. После долгих уговоров все-таки проследовал к патрульной машине. Пошел вон, дурак. Ремнем присоединяйтесь сейчас. Говори тебе. В связи с тем, что у него имелись видимые признаки алкогольного опьянения, было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался. За невыполнение водителем транспортного средства требований о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения был составлен административный протокол. Теперь судьба Николая Стремского в руках правосудия. Добавим, человек, попавший в криминальную хронику, настоятель Свято-Троицкой обители милосердия, ректор Оренбургского епархиального духовного училища, директор православной общеобразовательной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского и благочинный четырех районов Оренбургской области. Также священник является отцом самой многодетной семьи в России. Он и его супруга, матушка Галина, воспитывают 70 детей. Время добрых дел снова на нашем канале. И сегодня история Юлики Майкиной. Почти всю свою маленькую жизнь девочка борется с приступами эпилепсии. Малышка не умеет ходить и говорить, но мама Юли уверена, с недугом можно справиться. С маленькой девочкой, на лице которой, несмотря ни на что, сияет жизнерадостная улыбка, познакомилась Алена Блечь. Она с интересом изучает окружающий мир и радуется мелочам. Привычные вещи для маленькой Юли – настоящее открытие. Еще полгода назад она не умела ни сидеть, ни держать голову. Жизнь с полнотой ее красок была закрыта за стенками кроватки и коляски. Даже улыбка дочери для Ксении была непозволимой роскошью. Все это – последствия эпилепсии, которой мучает девочку уже больше двух лет. До двух с половиной месяцев у нас проявлялись все признаки развития ребенка. То есть она держала голову. У меня до появления приступов она гулила, она улыбалась, она узнавала родных. После появления приступов резко, где-то буквально за неделю-две пропали все вот на нами приобретенные вот эти вот вещи. То есть она прекратила улыбаться, она перестала держать голову. То есть она просто лежала. До 20 приступов в день. Для организма маленькой Юли испытания не из легких. Но Ксения не опускала руки и продолжала искать лекарства. Нужный препарат подобрали в российской детской клинической больнице в Москве. Результат не заставил себя ждать. Последний приступ был полгода назад, а Юля начала активно развиваться. Сейчас она сама держит игрушки, радостно улыбается окружающему миру. По прогнозам врачей, в скором времени малышка начнет ходить. Ксения верит, что у Юли есть все шансы догнать своих сверстников и вернуться к нормальной жизни. У меня полная уверенность, что в школу мы пойдем вполне самостоятельно, вполне здорово. Главное не прекращать курсы реабилитации и прием дорогостоящих лекарств. Их Ксения заказывает в Германии. В России таких просто нет. На полгода девочке нужно 6 упаковок препарата. Каждая стоит 100 евро. Но только это лекарство может помочь Юле. Протянуть руку помощи малышке можете и вы, отправив на короткий номер 7522 сообщение с текстом «Добро 56», указав через пробел сумму пожертвования. Она может быть любой, в зависимости от ваших финансовых возможностей. Всю подробную информацию вы можете найти на сайте фонда «Наши дети». Вашей помощи также ждет Петя Серегин из Новоорска. Врачи диагностировали у мальчика поражение головного мозга и задержку психомоторного развития. Семью готовы принять на лечение в Челябинске. Но для этого необходимо собрать 107 тысяч рублей. Не оставайтесь в стороне от беды маленького ребенка. И к другим темам. Зорница по Волжье подводит итоги. Напомним, дважды победителями военно-спортивной игры становилась команда Оренбургской области. Удалось ли хозяевам победить и в третий раз, расскажет Анастасия Матвеева. Еще можешь? Давай еще, Соня. Можешь? Можешь? Нет, посередно. Четыре дня изнурительных испытаний. Ребята состязались в умении обращаться с оружием, строевой подготовки, беге и многом другом. Ради победы они не жалели сил и были готовы ползти под пулями врага. Я являлся свидетелем именно очень упорной борьбы в ходе именно проведения соревнований по преодолению полосы препятствий, метанию гранатой и подтягиванию. Такого чувства товарищества, такого чувства коллективизма, а все мы являемся членами нашего общества, я не видел уже давно. Третье место заняла Пензенская область. Главная интрига – кто из двух сильнейших команд Башкирии или Оренбурга получит кубок победителя. В третий раз золото забирает команда нашей области. Зорница по Волжье – проект полномочного представителя президентов ПФО Михаила Бабича. Военно-спортивная игра объединила 14 команд из разных субъектов Приволжского округа. Многие участники мечтают стать военными. Зорница для них стала подготовкой к службе в вооруженных силах России. Посмотрите, какая замечательная строевая выправка. У меня, как у командующего, сердце радуется, что молодые ребята уже относятся очень ответственно к этой игре. Мы без Зорницы уже жизнь свою не представляем и будем ждать 2016 года новую четвертую окружную Зорницу. Девочки из команды победительницы «Ровесник» признались – кубок такой же тяжелый, как и победа в этом состязании. Приходили из-под на жилье. Без силы были вообще. Только последний, когда кормс... Анастасия Матвеева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. А сейчас короткая реклама, после которой мы продолжим выпуск «Оставайтесь с нами» на телеканале ОРТ Планета. Праздник любителей кино продолжается. Фестиваль «Восток-Запад. Классика и авангард. День шестой». Он подарил оренбуржцам еще одну возможность прикоснуться к искусству большого экрана, а также лично пообщаться со звездами кинематографа. Сегодня гости встретились с оренбуржцами, чтобы узнать, где и как они предпочитают знакомиться с новинками кино. Десятки новых для Оренбурга фильмов вышли на экраны кинотеатров. Зрители восхищались, откровенно удивлялись. Когда-то полностью растворялись в образах героев, а когда-то выходили из зала. В искусстве не бывает одной точки зрения. И организаторы благодарны оренбуржцам за их неподдельные эмоции и оценку каждой картины. Та отдача от зрителей, которая происходит, ее можно только на фестивалях получить. Во-первых, это для зрителей прежде всего. Они же видят только лица с экрана, а здесь они могут вживую поговорить с режиссером, с актерами тоже. Но это живое общение, это диалог. Этот диалог со зрителем идет постоянно, в абсолютно разных формах. Например, сегодня в кинотеатре «Космос» звезды кино делились своим мнением о том, как нужно воспринимать искусство и какие изменения нас ждут в киноиндустрии. Кино будет очень дорожать. Это будет как такой поход в большой театр. Куда вы идете смотреть вот это дорогущее кино за дорогой билет. А все остальное, сегмент кинематографа, как бы предполагается как раз двигать в сторону интернета. Всемирная паутина, враг или друг современного кинематографа. Как не потерять главное впечатление от фильма? И почему молодежь ходит в кино все реже? Ответ на эти вопросы почетные гости фестиваля искали сегодня вместе со своими зрителями. Алина Лебукаева, Георгий Бурлузский. Новости дня. Молодой, талантливый, амбициозный. В Оренбург приехал один из самых одаренных и востребованных виолончелистов нашего времени. Александр Рам. Он выступит завтра в областной филармонии. Нашим корреспондентам удалось встретиться с музыкантом накануне концерта и узнать, с чего началась его любовь к музыке. Камерный оркестр областной филармонии готовится к концерту. Завтра в этом зале будет звучать Бетховен, Шостакович и Мендельсон. Одним из главных подарков вечера станет выступление популярного виолончелиста Александра Рама. Как признался сам музыкант, выходить на Оренбургскую сцену не менее волнительно, чем, например, на сцену Мариинского театра. Я выхожу и стараюсь играть каждый раз как последний. Но провинциальная публика, что касается Оренбургской, а я здесь на данный момент в третий раз и два раза уже был, могу сказать, что очень теплая публика и всегда принимает очень душевно. И это главное. Любовь музыканта с виолончелию началась с детства. В семь лет Александр услышал ансамбль струнных инструментов. Его покорила скрипка. Но судьба распорядилась так, что именно виолончель стала спутницей Александра на многие годы. Сейчас мне кажется, что это была судьба, потому что я по-другому себя не представляю без виолончели. Вернее, со скрипкой уж точно я себя не представляю. А вот с виолончелию и, слава богу, что-то получается. Музыкант скромничает. Свои 27 Александр, лауреат многочисленных международных конкурсов, получил множество престижных наград. Его выступления ждут в России, Литве, Швеции и Австрии. Концертная жизнь молодого музыканта Александра Рама началась с 9 лет. Сейчас виолончелист играет на инструменте мастера Жебрана Якуба, которого называют современном страдивари. Не столько я выбираю инструмент, сколько он меня выбирает, конечно же. И с этим инструментом мы поладили буквально за неделю, тогда как был у меня опыт игры на инструменте работы Антонио Страдивари. И за месяц мы не пришли к консенсусу. Музыкальный союз с этой виолончели сложился. В руках мастера она звучит по-особому, раскрывает все грани и заставляет публику прислушиваться к каждому звуку. А насладиться виртуозным исполнением Александра Рама оренбуржцы смогут уже завтра. Оксана Боричева, Виктор Яковлев, Новости дня. Орский Южный Урал сыграл очередной матч чемпионата высшей хоккейной лиги. Наша команда встретилась в Волжске с Ариадой. Опять 4-3. Третий матч подряд арчане завершают этим счетом, но лишь один раз в свою пользу. В Сарове наши умудрились пропустить две шайбы за четверть минуты. В Волжске хозяева открыли счет на 18-й секунде, а через минуту с небольшим вели уже 2-0. К чести арчан еще до перерыва счет стал равным в результате дубля Соловьева. А во втором периоде Южный Урал и вышел вперед благодаря шайбе Полякова. Однако в середине третьего периода фортуна повернулась лицом к волжанам. Они забили два гола и одержали первую победу в чемпионате. Южноуральцы же завершили первую часть затяжной выездной серии. Многочасовые переезды и матчи через день. И потому две победы и два поражения – приемлемый итог. Теперь у арчан неделя для того, чтобы прийти в себя. И потом еще три подряд встречи в гостях. Анатолий Юденич, Новости дня. К этому часу это все новости. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Клуб велосипедистов общества «Газпромдобыча Оренбург» закрывает велосезон. Всех оренбуржцев ждем 20 сентября в 11 часов в поселке Ростыши у Дворца спорта «Юбилейный». Состоится награждение самых активных велосипедистов. Затем стартует парад в честь первой велогонки в России. Велолюбители. Встречаемся 20 сентября в 11 часов в поселке Ростыши. Доходная программа «Рента». 18% годовых по вашим сгрежениям. Ваши деньги работают в аграрном секторе России. Кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал». Телефон 77 60 66. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин